Миф о Владыке Мира Глава шестая Как сражаются колдуны Неофитка по имени Яна Колька был адепт так себе Ничего особенного Сил у него было не слишком много Знаний и того меньше Самоэль не совсем понимал Кто и зачем посвятил его в сатанисты Крыло Люцифера Прекрасно обошлось бы без такого приобретения Однако как бы там ни было Колька адептом стал Причем закрепили его за Самоэлем Это означало Что последний должен был наставлять Кольку На истинный путь И заниматься его обучением Но душа у Сэма к своему ученику не лежала Равно как и Колькина душа не лежала к учебе Тем не менее положение наставника обязывало И потому Сэм, хоть и не рад был визиту ученика Все же впустил его и коротко спросил Ну, было еще только пять часов вечера А Колька уже порядочно нагрузился Сатанизм он воспринимал Как возможность сделать все, что хочется А чего может хотеться человеку невысокого интеллекта Да еще и с ограниченным кругозором Водки девочек и травы Эти свои желания Колька вовсю и реализовывал При помощи черной магии А зачастую денежных ресурсов крыла Самоэль пару раз жаловался на своего ученика Верховному Но тот, конечно же, решать проблему не стал Были у него заботы и поважнее «Наставник!» Произнес Колька радостно пьяным голосом «Есть дело на миллион!» «Нажрался уже свинья!» Поморщился Самоэль «Не стыдно заявляться ко мне в таком непотребном виде?» Колька слегка покачнулся Глядя на Самоэля осоловела «Грешен, о высочайший!» Дурашливо заявил он «Грешен и каюсь в своем грехе Но сложилась экстраординарная ситуация Есть возможность принести человеческую жертву Вот!» «Какую жертву еще?» «Верховный же запретил!» «Он это, потому запретил, чтобы шума не было!» «А если по-тихому все, то можно!» «Я тебе сейчас расскажу!» И Колька начал рассказывать Выяснилось, что пару часов назад К нему домой заявилась какая-то девчонка Представившаяся Яной И попросила принять ее в сатанисты Черный шабаш крыла Люцифера Был полностью укомплектован Да и девчонка для этого шабаша Оказалась слишком уж молодой Колька хотел и вежливо отказать Но Яна неосторожно поведала ему о том Что уже две недели не живет дома Что идти ей некуда Что никто ее вовсе не ищет Она, наверное, рассчитывала На сочувствие и понимание Тяжелого своего положения Но обманулась Гнусный Колька ни на какое сочувствие Не был способен в принципе Тут-то у него и появилась мысль Принести Яну в жертву Это казалось достаточно безопасным Сказав девчонке Что ее, безусловно, примут и посветят Колька заманил ее в подвал Самоэлева дома Который адепт тьмы Переоборудовал для всякого рода Чернокнижных делишек После чего дал ей по морде И привязал к какой-то трубе Короче, наставник Возбужденно излагал свой план Колька Из дома она сбежала И говорит, что никто не будет ее искать Вряд ли она хоть кому-то сказала Что отправится к сатанистам Я предлагаю Принесем ее с тобой вдвоем в жертву А силу пополам делить будем Верховному ничего не скажем Труп попозже вывезем на машине из-за город Здорово? Самоэль не мог не признать Что да, действительно здорово Никто, даже колдуны вроде демона Не знали, что человеческие жертвы Все же приносятся Гуманный запрет Верховного Разбивался о стену Усколобого непонимания Истинных сатанинских нужд Глава крыла Хотел сделать как лучше А получилось, конечно же, как всегда Проблема крылась в том Что сила, получаемая адептом Во время человеческого жертвоприношения Была гораздо значительнее и качественней Чем сила, приобретаемая от жертвоприношений животных Более того, человеческое тело содержит в себе массу органов и субстанций Которые в черной магии просто незаменимы Взять хотя бы вагинальные выделения юных девушек Если иметь такую штуку, сила любовного заклятия увеличивается в несколько раз Да и вообще, использовать можно многое Недаром всякие алкоголики и бомжи Частенько исчезали бесследно Крыло лицефера, несмотря на запрет Верховного Не дремало Да и другие черные А по час и белосветные колдуны тоже Так вот и получалось Что Верховному, который считал Что практика человеческих жертвоприношений Приносит сатанизму больше вреда, чем пользы Покончить с ней удавалось Разве только в своих мечтах Кроме того, шабаш действительно был полностью укомплектован И новый человек для сатанинской организации Интереса не представлял Самаэль подумал о том Как прекрасно было принести в жертву самого Кольку К сожалению, провернуть это было никак нельзя А вот на девочку взглянуть стоило И если убийство ее окажется безопасным То Самаэль сделается сегодня на порядок сильнее И это, учитывая неизбежность окончательной схватки с демоном Было как нельзя кстати Ладно, пойдем посмотрим, кого ты там отыскал Сказал Сэм к великой Колькиной радости Разберемся Адепты тьмы спустились в подвал Колька извлек из кармана ключ и открыл здоровейнейший висячий замок После этого он включил свет и взмахнул рукой Приглашая своего шефа полюбоваться предполагаемой жертвой На полу, варварски привязанная к трубе, скорчилась девочка лет тринадцати Она оказалась очень красивой Черные волосы, голубые глаза, живое привлекательное лицо На вошедших сатанистов она смотрела без страха, с нетерпением и надеждой Портили ее вид одни только распухшие губы След удара Колькиного нечестивого кулака Увидев девчонку, Самоэль аж затрясся Словно пораженный высоковольтным разрядом Ну ты дурак Обратился он к довольному Кольке Пьяная ухмылка которого сразу перестала светиться Совсем мозги пропил И ее в жертву А что такого? Не понял Колька То, что надо работать над собой А не только водку глотать Вообще уже нихрена различить не способен стал Ты посмотри только какая сила из нее прет Колька напрягся, пытаясь просмотреть астральную сущность девочки Из-за злоупотребления алкоголем ничего у него не вышло Но несмотря на это, он состроил на лице умное выражение и сказал Да, действительно Обознался наставник, грешен Самоэль посмотрел на своего ученика с глубоким презрением Что-то ты постоянно в последнее время грешен Пошел вон Я дальше сам разберусь Колька с побитым видом двинулся было к двери Но Сэм его тут же остановил Погоди, есть поручение для тебя Ты демона знаешь? Белосветника этого? Да, я напишу тебе адрес и записку Передашь ему, сейчас же Достав из кармана блокнот и ручку Он быстро написал что-то его дал Кольке Тот взяв записку Мгновенно смылся подальше От нравоучений наставника Самоэль же, подойдя к девочке Принялся отматывать ее от трубы А я знала, что вы меня не убьете Заявила она, доверчиво глядя на сатаниста Только и ждала, чтобы кто-то главный пришел бы и разобрался Голос девочки был приятен и мелодичен Самоэль улыбнулся и наконец распутал веревку Вставай, сказал он Пойдем ко мне и все хорошо обсудим Не обижайся на этого, недоноска Тебя ведь Яной зовут Девочка молча кивнула И сатанист, закрыв дверь подвала Повел ее в свою квартиру Для серьезного разговора Рассказывай Проговорил он, усадив Яну в большое кресло Ты действительно из дома ушла И никто тебя не станет искать Действительно Согласилась Яна Дома у меня А, даже говорить не хочу И ты желаешь сделаться сатанисткой? Продолжал выспрашивать Самоэль Очень Ну что ж Серьезно произнес Сэм Почему хочешь спрашивать я не буду Это личное дело каждого Здесь не исповедальня И я в душе у тебя копаться не собираюсь Но вот в чем дело Попробую тебе вкратце обрисовать ситуации Ты соплячка И к тому же новый человек нашей организации Абсолютно сейчас не нужен С другой стороны У тебя есть сила Врожденные данные для того Чтобы сделаться сильнейшей колдуней У нас нет ни одной девушки Которая начинала бы при таких благоприятных условиях Поэтому я согласен тебя учить Яна хотела что-то сказать Но Самоэль предостерегающий поднял руку и продолжал Прежде чем ты скажешь да или нет Я должен обо всем тебя честно предупредить Чтобы ты имела представление о том Что именно тебя ожидает Не суди о сатанизме по фильмам Все это полный бред Быть сатанистом Это прежде всего Война с белосветным богом Тяжелый труд И лишь потом вседозволенность Удовольствие И значительные возможности Вот этот колька который тебя ударил Козел Озлобленно прошипела Яна Верно Он ничего не делает А потому и ничего не достигнет У него нет никаких перспектив Поэтому он всегда будет при мне на посылках А он мог бы достичь чего-то Если бы захотел Потому что совершеннейших бездарностей у нас нет Кроме того Предупреждаю тебя Что если ты вступишь на этот путь Обратной дороги уже не будет Сатану не предают У нас была пара-тройка таких неприятных случаев Но эти люди кончили очень плохо Причем даже без участия нашей организации Поэтому если ты все же решишь присоединиться к нам Ты должна понимать Что это на всю жизнь А может быть и на несколько твоих жизней Я не хочу на тебя давить Ты должна принять решение добровольно Если ты скажешь нет То можешь идти Никто тебя убивать не будет Клянусь именем сатаны Если скажешь да Мы с тобою станем говорить дальше Минута на размышление Сатанист выжидающий замолчал Но я на минуту ее не воспользовалась Я хочу к вам присоединиться Твердо проговорила она Я уже решила давно Да вот только все никак не могла вас найти Потом одна подруга сказала мне Отлично Перебил Сэм Как именно ты на нас вышла Меня не интересует С этого момента Я беру тебя свои ученицы Запомни несколько простых правил Которые отныне тебе придется выполнять С максимальной точностью Яна приготовилась Внимать и запоминать Первое Ты не подчиняешься никому кроме меня Верховного жреца и Верховной жрицы Не участвуешь ни в каких обрядах и ритуалах Без моего одобрения Понятно? Что ж непонятного? Второе С сегодняшнего дня Ты должна будешь выполнять Все мои распоряжения беспрекословно Какими бы странами они тебе не казались Если что-то не ясно Спрашивай Но выполнить прямой приказ ты обязана Третье Ты должна освободиться Ото всех старых своих привязанностей Крыло лицефера твоя семья Подруги и пацаны Вне нашей организации нет ничего На весь тот срок Пока ты будешь учиться Яна кивнула И Самоэль продолжал Теперь к организационным вопросам Ты где сейчас живешь? Ну... Как-то смутилась Яна Неделю я жила у подруги А потом нельзя стало Тут чердак есть неподалеку Ясненько Жить будешь у меня Завтра сделаем тебе ключ Вот деньги купишь себе что нужно Как у тебя с учебой? В школе не было месяц В школу ходи Ты быть может есть хочешь? Вообще-то... Ну так сходи на кухню и сообрази что-нибудь Не стесняйся и будь как дома Мы ведь свои, верно? Сегодня отдыхай А завтра начнем учиться Я сейчас буду занят Так что не мешай мне и сама похозяйничай Яна пошла на кухню Чувствуя себя немного неловко Несмотря на радушие Самоэля Сатани же начал готовиться К магической битве с демоном Которая должна была начаться Через пару часов В записке Которую Самоэль отправил Белосветному колдуну через кольку Значилось следующее Дорогой мой бывший соученик Ты уже наверняка вычислил Кто именно наслал на тебя Беса-киллера Если нет То сообщаю Что это я И никто другой Мы не дети И оба понимаем Что тут к чему Понятно так же Что только один из нас Добьется великой цели Мне претит разбираться с тобою долго Ты наверняка там у себя здорово окопался И причин вылезать наружу У тебя нет Время не на моей стороне Но я думаю Тебе было бы интересно узнать Кто из нас Окажется сильнее В открытом бою Мы всегда соперничали Шли разными практическими И теоретическими путями Чей путь оказался лучше Именно это я и предлагаю Сегодня выяснить Не хочешь устроить Магическую дуэль Один на один Без потусторонних существ Клянусь владыкой Никаких подвохов С моей стороны не будет И ты знаешь Что такую клятву Я просто не имею права нарушить Ровно в восемь вечера Я ожидаю тебя в Астрале Конкретно В поле нашего прекрасного города Приходи Если ты конечно Не струсишь Но если струсишь То я пойму Все же здесь не Олимпиада Однако Зная тебя прекрасно Я думаю Ты появишься До встречи Твой смертный враг Самаэль Сэм был почти уверен Что демон ответит На его вызов У адептов существовал Свой собственный Кодекс чести И отказаться от вызова На магическую дуэль Значило расписаться В своем ничтожестве Но все же существовала Возможность Что демон просто посмеется И тихо продолжит Выполнять условия Самообожествления А достигнув искомого Посчитается Как с Самоэлем лично Так и со всеми Сатанистами В совокупности Бог есть Бог И плетью обуха Не перешибешь Тем не менее Несмотря на наличие Подобных сомнений К схватке Следовало готовиться Самоэль не стал Затруднять себя Сготовлением Магического оружия Для убийственных целей Он пользовался Своим ритуальным жезлом Ореховой палочкой Обработанной в форме фалоса Нет Сатанист Решил использовать Оставшееся до битвы Время Для укрепления духа И принялся читать Так называемое Обращение призыва Полезнейшую вещь Пробуждающую Темные силы Человеческой сущности Приди о тьма Приди о тьма Пробудись о тьма Быстро бормотал Самоэль Открой мои глаза Приди Сатана И вись Сатана Открой мои глаза Вал Хранители Ангел Ада Открой мои глаза Обращение было длинным В нем по очереди Перечислялись Темные божества Которых Сэм Знал великое множество И естественно После такой молитвы Энергетика в его квартире Для обычного человека Сделались жутковато И давящей Яна на кухне Начала нервничать Самоэль же Наслаждался темным потоком Уливающимся в квартиру Посредством имен Богов Вечной Ночи Ему подобное Шло на пользу Что касается демона То он готовился К дуэль Несколько по иному Получив послание Самоэля Он дал его Прочитать Марине После чего Сказал Вот Как я предполагал Так и вышло Забеспокоился Сатанист Надеюсь Ты не будешь Настолько глуп Чтобы ответить На его наглое Предложение Спросила Марина С презрением Отбрасывая записку Почему наглое И почему глуп Ну как же Он вероломно Напал на нас А теперь корчит И себя Апостола чести Зачем тебе Надо с ним Связываться У нас Отличная защита Самоэль Не пройдет А выползешь В астрал Тут то он тебя Со своими дружками И съест До косточек Демон С этим Не согласился Нет Нет он придет Один Вряд ли он Кого-то Посвящал Свои планы Да и клятва Именем Сатаны Если он Нарушит Такую клятву Дьявол Его уничтожит Собственноручно У них с этим Очень строго Решил Драться Ну и дурак Я уверен В себе Самоэль Хорошо Меня знает Мне действительно Интересно Сразиться С ним Один на Один И видят Боги Я его Задавлю А если Он тебя Маловероятно Ну да Если что Похоронишь Марина Была Недовольна Таким Раскладом Но и не Оставалось Ничего Кроме Как смириться Девушка Даже Предложила Своё Содействие Хотя О том Как проводятся Магические Дуэли Имела Очень Слабое Представление Колдун От помощи Отказался Выразившись В том Смысле Что От Марины Потребуется Всего Лишь Обеспечить Его Возвращение В тело Магический Жезл Демона Оружием Не Являлся Будучи Глубоко Специализированным Артефактом Ему Нужно Было Нечто Другое И он Недолго Думая Принялся За Изготовление Предметов Совершенно Убойной Силы Первым Делом Он Выкурил Сигарету А Оставшийся Фильтр Намочил В каком-то Составе Потом Он Попросил У Марины Булавку Проколол Палец И Вымазал Ее Собственной Своей Кровью Дождавшись Пока Кровь Высохнет Он Проткнул Этой Булавкой Фильтр Так Чтобы Острый Ее Конец Торчал Наружу В результате Получилось Что-то Вроде Маленькой Шпаги С Непропорционально Толстой Рукояткой И Разумеется Весь Процесс Изготовления Таковой Сопровождался Чтением Различных Злобных Заклятий Заклятия Были Прочитаны И над Двумя Советскими Пятикопеечными Монетами С их Помощью Демон Рассчитывал Защититься Если Дела Его Пойдут Совсем Уж Неважно С Той же Целью Он Повесил Себе На шею Амулет Уже Помешавший Однажды Человеко Убийственным Намерением Сатаниста После Этого Колдун Щел Подготовительную Фазу Исчерпанной Осталось Только Проинструктировать Медиума Так Мариночка Говорил Демон Внимательно Слушавший Девушки Когда Я Выйду В астрал Мое Угна у нас нет Но Это Неважно Возьмешь Что-нибудь И начнешь Стучать По столу Главное Равномерность Частота Примерно 50-60 Ударов В минуту Если Увидишь Что Я Беспокоюсь Дергаюсь Стучи Немного Быстрее Не Прекращай Делать Этого До тех Пор Пока Я Не Возвращусь Обратно А Если Ты Не Вернешься Спросила Великая Оптимистка Что Мне До Барабанить Если Не Вернусь Через 40 Минут Можешь Прекращать Такие Схватки Обычно Долго Не Длятся Ну Что Приступим Марина Вооружилась Карандашом И Начала Стучать Им По Столу Сверяя Секундной Стрелкой Колдун Улегся На Пол Зажав В руках Монеты И Проколотый Булавковый Фильтр Пора Было Поставить Самоуверенного Сатаниста На Место Магическая Дуэль Началась Монотонный Стук Помогал Демону Сосредоточиться Он Подстраивал Под него Частоту Биения Сердца Отгораживался От посторонних Мыслей И Ощущений Постепенно Замедляя Дыхание Колдун Сначала Плавно Закрыл Глаза А потом Осторожно Их Приоткрыл И Все Вокруг Изменилось Он Лежал Прямо В воздухе Примерно Метре Над Своим Телом Окружающие Предметы На первый Взгляд Остались Точно Такими Же Как И Были Но В то же Время Переменились Все Вокруг Источало Силу Более Или Менее Мощную Эту Силу Возможно Было Не то Чтобы Видеть А Скорее Чувствовать Понимать И Осознавать Материальное Потускнело И наоборот Энергетическая Составляющая Вселенной Сделалась Намного Более Яркой Полностью Изменили Свой Вид Лишь Предметы Взятые С собой Демоном В качестве Магического Оружия И защитных Средств Пятикопеечные Монеты Превратились В небольшие Зеленоватые Диски Проткнутый Булавку Фильтр От сигареты Стал Кинжалом С голубым Лезвием Источающим Слабый Свет Крепко Сжав Колдун Принял Вертикальное Положение И полетел Вверх Без особого Турда Проникая Сквозь Бетонные Перекрытия Поднимаясь Над городом Демон Вынужден Был признать Что Самоэль Выбрал Для сражения Как хорошее Время Так и Отличное Место Впрочем Этого И следовало Ожидать Любой Большой Город Далеко Не является Средоточием Светлых Сил Над землей Обесился Темный Прибой Жизнь Для сатаниста Благоприятно Демон Мог опереться Разве Что на Свои Опыты Знания Количеством Силы Самоэль Его безусловно Был должен Превосходить Оглядевшись Колдун Заметил Старую Ведьму Из соседнего Микрорайона Бывшую Учительницу Начальной Школы Она Куда-то Летела По своим Ведьмовским Делам Материально Ее тело Было Очень Толстым И Очень Старым Здесь же В Астрале Ведьма Представлялась Чрезвычайно Красивой Молодой Девушкой Приветливо Кивнув Демону Она Понеслась Куда-то На запад Завывая Как Истребитель Скорость Ее Увеличилась С каждой Секундой Ведьмочка Явно Пыталась Преодолеть Звуковой Барьер Это Получилось И она Пропала Из виду Оставив Демона В одиночестве Дожидаться Зловредного Сатаниста Что до Последнего То он Летал В астрал Беспроблемно Не пользуясь Такими Архаичными Средствами Как Медиум Вроде Той же Марины Для того Чтобы Покинуть Свою Скверненную Многочисленными Грехами Плоть Самойлю Было Достаточно Несколько Раз подряд Прочесть Специальную Колдовскую Формулу Варварские Звукосочетания Этой Формулы Воздействовали На подсознание И погружали Человека В состояние Пограничное Между сном И бодрствованием Для выхода В астрал Такое состояние Было Просто-напросто Идеальным Самойль Летел Вверх Высматривая Проклятого Белосветника И увидел Его в 300 Метрах Над асфальтом Которым Был покрыт Центральный Проспект Демон Конечно Тоже Сразу Заметил Противника И улыбнулся Нагло И вызывающе Враги Начали Сближаться Зависнув Друг против Друга Адепты Обменялись Взглядами Полными Ненависти И злобы Начинать Драку Однако же Никто Из них Не спешил Обоим Хотелось Осмотреться И оценить Вражеские Возможности Заметив Голубое Свечение И спускаемое Кинжалом Демона Сатанист Презрительно Поморщился И сказал Что это Ты тут Такое Соорудил Сила Пта Тебе Не поможет На что Рассчитываешь Посмотрим Пожал Своими Нематериальными Плечами Колдун Эта Сила В свое Время Давила Вас Как Клопов Что Не так Это Было Так Но Самейль Вовсе Не испугался Древняя Магия Вещь Хорошая Но Современность Есть Современность Сила Тьмы Теперь Совсем Не такая Как Раньше Она Стала Могущественнее Во много Раз И Сатанист Прекрасно Знал Как ей Пользоваться Пора Было Переходить К делу И Раздавить Ненавистного Белосветника Взмахнув Своим Черным Жезлом Самейль Начал Вычерчивать Паутину Знаков И Рун Злых Убийственных И Совершенно Неотразимых Жезл Мелькал В воздухе Словно Черная Молния Выжигая Его И Оставляя За Собою Дорожку Тьмы Руны Переплетались Символами И Знаками Вспыхивали В точках Соприкосновения Бледно-багровым Пламенем Пока Не образовали Нечто Неописуемое Это Неописуемое Было Живым Или Во всяком Случае Походило На таковое Оно Рванулось К демону И На мгновение Тот Оказался Поглощен Паутиной Сотканной С первичного Мрака Сатанист Довольно Усмехнулся Но Белосветник Явно Знал Это Заклинание Потому Что Нисколько Не растерялся Мелькнули Зеленоватые Диски И Паутина Распалась Черным Вонючим Пеплом Освободившись Демон Змахнул Кинжалом Голубое Пламя Взревело Столкнувшись С колдовским Жезлом Сатаниста Столкновение Противоположных По сущности Своей сил Оказалось Настолько Яростным Что Ни демон Ни Самоэль Не смогли Удержать В руках Свои Артефакты Те Раскалились И сожгли Обоим Адептам Кожу На астральных Ладонях Все Вокруг Подернулось Темной Мглой Насыщенной Сияющими Разрядами Силы Пта Жезл И кинжал Превратились В змей Которые Вцепились В хвосты Друг друга И принялись Их Бодро Заглатывать Зрелище Было Жутковатым Но Одновременно И смешным Обе Змеи Стремительно Уменьшались В размерах Сладострастно Пожирая Самих Себя Адепты Одновременно Поняли Что Сейчас Должно Будет Произойти И Предусмотрительно Разлетелись В разные Стороны Раздался Сильнейший Взрыв У Демона Из носа Потекла Кровь Самоэль Бешено Тер Глаза Его Слепила Вспышка Лишившись Наступательного Оружия Адепты Застыли Пытаясь Пройти В себя Ну И Дальше Что Спросил Демон Может быть Поборемся На руках Поборешься Сейчас Пробормотал Сатанист И принял Странную Позу Одну Руку Он Поднял Вверх Другую Прижал К солнечному Сплетению Левую Ногу Он Согнул В колени И Стал Похож На Какого-то Безумного Аиста В разгар Охоты За Неосторожными Земноводными Демон Не сразу Понял Что Именно Собирается Делать Его Противник А Поняв О том Что Дело Грозит Обернуться Похоронами Озлобленный Сатанист Решился На Действие Которого Избегали Даже Верховные Жрецы Со Всеми Своими Знаниями И Понебратскими Отношениями С Божествами Тьмы Он Призывал Чистую Неопосредованную Внемировую Силу Первозданного Хаоса Из Которого Было Когда-то Сотворено Сущее Эта Сила Была Могущественной И Ее Превосходила Разве Что Сила Самого Бога Или Жи Сатаны Самоэль Стал Каналом Едва Заметным Проколом В ткани Астральной Реальности И Тем Самым Совершил Самый Ужасный Из-за Всех Возможных Грехов Хаос Мог Легко Войти Из-под Контроля Необратимо Изменя Мир Пусть Изменения Эти Делай Заметными И не Сразу Он Мог Разрушить И сам Канал То Самаэля Чаще Всего Именно Так И Происходило Но Сатанист Движимый Злобой Желанием Любой Ценой Доказать Свое Превосходство Не Побоялся Призвать То Чем Не Мог Полностью Управлять Вид Самаэля Переменился За спиной Его Появились Черные Крылья А во Лбу Загорелась Звезда Пылающего Сознания Перевернутая Багровая Пентаграмма Демон Понимал Что Противопоставить Врагу Ему Просто Напросто Нечего Разве Что Пару Легионов Архангелов Но Легионов Этих Под рукой У колдуна Не было Так Что Приходилось Действовать Самому Из Пентаграммы На Самоэлевом Лбу Вырвался Черный Луч Черный До того Что На него Больно Было Смотреть Демон Бросил Ему Навстречу Свои Монеты Пропитанные Силою Пта Но Никакого Эффекта От этого Не последовало Защитные Диски Останавливающие Практически Любое Заклятие Были Просто Бесследно Поглощены Пустотой Антибытийной Сущностью Хаоса Осознав Что Пожарствую Мочи Не потушишь Демон Прыгнул В сторону Уворачиваясь От смерти Потеряв Над собой Контроль Он Провалился Вниз Куда-то Под Самоэля Изогнувшись Дугой Сияющей Пустоты Черный Луч Догнал Колдуна Словно Наделенное Разумом Всеразрушающее Копье Для того Чтобы Возвратиться В тело Времени Не осталось Вот И Все Подумал Демон Молодец Сатанист Марина Была Права Не стоило Мне лететь Смерть Приближалась Оставляя За собой Обрывки Сожранного Астрала Но Умирать Демону Видимо Было Рано Сатанист Тоже Оказался Сделанным Вовсе Не Из Железа Он Чувствовал Что Хаос Выходит Из-под Контроля И Если Это Продолжится Еще Хотя Бы Пару Секунд Он Сам Будет Уничтожен Ничего Не Видя Вокруг Сделавшись Простым Ретроцлятором Он Не Знал Достиг Ли Цели Его Удар Но Дальше Поток Исходящей От Него Силы Отдача Была Страшна Самуэлю Показалось Что Кожа Его Обуглилась Сатаниста Отбросила В сторону И Чуть Ли Не Вывернул Наизнанку Вместе Со Всеми Его Бесовскими Потрохами Понимая Что Надо Убираться С поля Боя Как Можно Скорее Он Пробормотал Формулу Возвращения Битва Была Окончена Демон Смотрел Как Медленно Исчезает Астральное Тело Его Врага И Испытывал Чувство Громадного Облегчения Сатанист Не сумел Совершить Задуманного Хотя Надо Признать Страху На колдуна Нагнать Смог О том Чтобы Самому Убить Самуэля Демон Уже Не думал Прислушавшись Он Уловил Слабый Стук И Настроившись На него Он Возвратился В плоть Привет Сказала Обрадованная Марина Что-то Ты Слишком Быстро Сколько Меня Не было Спросил Демон Вставая И Подтягиваясь Как После Сна Четыре С Половиной Минуты Ровно Ну Как Там Сэм Враг Разбит Да Не Разбит Нет Сильный Он И Плюс К Этому Полностью Сумасшедший Жаль Недовольно Произнесла Марина И Адепты Занялись Повседневными Своими Делами Генеральная Уборка Квартиры Пробуждение Самоэля Далеко Не было Таким Идиллическим Напротив Оно Оказалось Весьма Болезненным Сатаниз Чувствовал Себя Так Словно По нему Четырежды Проехал Укачек Все Тело Болело Голова Раскалывалась Перед глазами Плыли Красные Пятна Кроме Того Материальная Составляющая Его Жезла Переломилась И Теперь Этот предмет Был полностью Бесполезен Яна Простонал Сатанист Яна Ты здесь Что случилось Спросила Девочка Уже давно Следившая За странами На ее взгляд Действиями Своего Новоявленного Учителя Тебе Тебе Плохо Не то Слово Там В холодильнике Пиво Есть Принеси Его Мне Пожалуйста Может быть Врача Вызвать Ага Дипломированного Знахаря Пиво Лучшее Лекарство Неси Яна Силы Хаоса Они Подействовали И через Десять Минут Чертопоклонник Почувствовал Себя Лучше Следовало Выяснить Судьбу Демона В смерти Его Сэм Был Не слишком Та Уверен Сложным Гаданием Заниматься Было Довольно Лень А вот На картах Погадать Стоило Достав Колоду Обыкновенных Игральных Карт Сатанист Произвел Расклад На Прошедшее Смерти Белосветному Колдуну Не Выпало Ты еще раз И по-другому Результат Оказался Тем же Неимоверно Озлобленный Самоэль Вынужден Был признать Очевидное Врагу Удалось В очередной Раз Вывернуться Яна Заинтересовалась Манипуляциями Своего Наставника С картами И осторожно Спросила Слушай Так ты Гадать Умеешь Естественно Хмыкнул Сэм Как и все А что Погадал Бо мне Зачем На судьбу Хочу Знать Что ждет Меня Впереди Самоэлю Это предложение Не понравилось Урок Первый Начал Пояснять Он свою Позицию Слушай Запоминай Сатанист Никогда Ни при каких Обстоятельствах Не должен Гадать На будущее В смысле Для себя Или для другого Неопытного Адепта Когда Гадает Человек Наделенный Некоторым Количеством Темной Силы Он Не только Описывает Будущее Но и Отчасти Предопределяет Его Поэтому Такое Просто Опасно Это Уже Воздействие Кроме Того Сатанист Не зависит От таких Вещей Как Судьба Но Не должен По крайней Мере Ты Не Христианка Тебя Не может Интересовать То Что Тебе Там Продиктовано Свыше В будущем Плюнь На предопределение И делай Судьбу Сама Значит Если Я Поразмыслив Сказала Яна Погадаю Кому Нибудь То Повлияю На его Будущее Сделаю Его Лучше Или Хуже Не То Чтобы Сделаешь А А как Бы Тебе Сказать Сама Предопределишь Каждый Человек Имеет Несколько Вариантов Своего Будущего Тот Кто Не Обладает Магическими Способностями Сделает Десять Раскладов На Тех же Картах И Все Они Скажут Разное Это Возможные Варианты И Тот На Кого Гадают Способен Избрать Любой Но Когда Ты Наделен Темной Силой То Можешь Гадать Хоть До Посинения И Всегда Выпадет То же Самое Из Десяти Вариантов Дальнейшей Жизни Ты Оставляешь Человеку Только Один Именно Он И Будет Реализован Этот Вариант Может Быть Наилучшим Или Наихудшим Но Он Всегда Будет Единственным Для Него Сатанисту Особенно Неопытному И В принципе Пока Беззащитному Такого Следует Избегать Почему Допустим Я Погадаю Тебе Сейчас И Мы Выясним Что Завтра Ты Попадешь Под Машину Моя Сила Предопределит Это И Ты Больше Ничего Не Сумеешь Сделать Как Не Крутись Верховный Жрец Или Я Смогли Бы А Вот Ты Нет А Пока Моя Сила Не Вмешивается Может Произойти Что Угодно Действовали Все Варианты В том Числе Благоприятный Для Тебя Понимаешь Это Можно Использовать Как Оружие Мечтательно Произнесла Яна Нельзя Во-первых Сильные Адепты Могут От Таких Вещей Защищаться Во-вторых Ты Не Знаешь Какой Именно Выпадет Расклад Верно Нагадаешь Врагу Победу Предопределишь Это А Потом Сама Будешь Локти Кусать Обычным Людям Гадай Сколько Влезет Это Просто Я Тебя Потом Научу А Себе Или Другим Сатанистам Лучше Не Стоит Яна Помолчав Некоторое Время Спросила А Ты Можешь Показать Мне Что Нибудь Ну Как Работает Магия Весело Улыбнулся Сэм Хочешь Увидеть Действие Силы А Можно Почему Нет Одевайся Пойдем На Улицу Покажу Тебе Одну Штуку Которую Любит Делать Кроули Был Такой Сатанист У Меня Кстати Есть Несколько Его Книг Можешь Потом Взять Почитать Пошли Собравшись Самаэль И его Новая Ученица Отправились На Улицы Города Велев Яне Ити Чуть Позади Него И Внимательно Следить За Происходящим Сатанист Выбрал Для Демонстрации Своих Сил Одного Из Прохожих Интеллигентного Вида Мужчину Тот Шел По Своим Делам Ни О Чем Плохом Для Себя Даже Не Помышлял Сам Моэль Жи Следуя За Ним Метрах В Трех Начал Осторожно Подражать Его Движениям И Походке Яна Улыбнулась Со Стороны Было Забавно Видеть Двух Человек Совершающих Одинаковые Телодвижения Интеллигент Тут же Упал На Асфальт И Начал Барахтаться В тщетных Попытках Встать Яна Весело Рассмеялась Как Ты Это Делаешь Спросила Она У Подошедшего Сатаниста А У Меня Получится Так Пока Нет Спокойно Ответил Сэм В То Время Как Поверженный Интеллигент Все Таки Смог Встать И Уйти Это Отождествление Смысл В чем Движениями Чувствами Даже Мыслями Между Вами Устанавливается Связь В конце Концов Получается Так Что Не Только Я Повторяю Все Его Действия Но И Он Пытается Повторить Мои Но Поскольку Я Думаю Головой А Он Просто Идет По Своим Делам То Это Получается У Него Кое Как Поэтому Когда Я Просто Присел Он Упал Вот И Все Впечатляет Признала Яна Ерунда Это Несерьезно Хотя Можно Применять И на Практике Иногда Полезно Бывает Заставить Человека Сделать Нечто Такое Чего Бы Делать Он Не Хотел Представь Что Он В Момент Нашего Отождествления Стоял Бы Прямо Перед Проезжающей Мимо Машиной А Я Б Сдел Пару Шагов Вперед Вот И Несчастный Случай А врага Больше Нет Ты Удивилась Бы Узнав Сколько Так Называемых Несчастных Случаев Вовсе Не Являются Таковыми Яна Была Демонстрация Вполне Удовлетворена Однако Ситуация Сложилась Такая Что Самоэлю Пришлось Показать И кое-что Посерьезнее Обвинять В этом Можно Было Разве Что Несчастливое Стечение Обстоятельств И злобное Настроение Сатаниста Вызванное Неудачной Дуэли С демоном Как Бы Там Ни Было Для Одного Человека Все Это Имело Губительные Последствия Самоэль Как и Любой Другой Уважающий Себя Адепт Тьмы Не Любил Христиан Вообще И Христиан Из Церкви Христос 21 Веке Особенно Представители Этой Церкви Имели Раздражающую Привычку Приставать К прохожим На улице И Проповедовать Свои Взгляды Искушая Народ С таким Коварством Изощренностью Что Древнему Библейскому Змию Оставалось Только Кусать Свой Собственный Хвост От Зависти Такой Вот Проповедник На свою Беду И Привязался К Самоэлю И Яне Которые Мирно Возвращались Домой И Ни О Каких Гадостях На Сегодня Больше Не Помышляли Здравствуйте Воскликнул Проповедник Хватая Сатаниста За рука В куртке Вы Знаете Кто Такой Иисус Христос Адепт Сделал Безуспешную Попытку Освободиться И Ответил Состроив На лице Абсолютно Идиотское Выражение Это Как Его Я не Уверен Но По-моему Он Какой-то Средневековый Философ А может Быть Польский Физик Фамилия Имя Знакомые От такого Вопиющего Невежества У сектанта Округлились Глаза Чувство Юмора Под библейским Воздействием У него Начисто Атрофировалось И он Решил Что Молодой Человек Не знающий Иисуса Срочно Нуждается В духовном Кормлении Открыв Какую-то Евангельскую Главу Он Ткнул В нее Пальцем И принялся Просвещать Самуэля За Тараторив Вот В этой Великой Книге Сказано Иисус Истинный Божий Сын Он Пришел Спасти Нас От греха Проклятия И смерти Вы Хотите Жить Счастливо Тогда Вам Нужно Принять Иисуса Христа В свое Сердце И Господь Короче Сектант Разразился Длиннейшей Воодушевленной Лекцией Суть Которой Сводилась К тому Что Самуэль Должен был Бросить Все И немедленно Сделаться Членом Церкви Христос В двадцать первом Веке Яне Слушать Это Было Довольно Скучно И Она С удивлением Смотрела На То Как Самуэль Изображает На своем Лице Живой Интерес И Даже Поддакивает В нужных Местах Хорошо Прервал Этот Монолог Сатанист В момент Когда Проповедник Набирал Воздух В легкие А Ваш Бог Обладает Силой Конечно Он Защитник Спаситель И Покровитель Он И Защищает От силы Дьявола Дьявол Побежден Иисусом В Библии Сказано В глазах Сатаниста Мелькнули Ненависть И презрение Ну Что Ж Проверим Мрачно Произнес Он Рисуя В воздухе Перед Проповедником Странный Знак Не Сделать Тебе Гнида Белосветная Больше По этой Земле И Шага Светлые очки Сектанта Вылупились И Налились Нездоровой Кровью Схватившись Рукой За сердце Он Выронил Свою Библию И Медленно Осел На грязный Асфальт Сэм Рванул Яну За руку И Стремился Прочь Отойдя Метров На пятнадцать Девочка Не выдержала И Оглянулась Проповедник Мирно Возлежал На асфальте А вокруг Него Уже Хлопотали Люди Сердце Что ли Звизгнула Какая-то Бабка Человеку Плохо Позвоните Кто-нибудь Скорую Эээ Да он Не дышит Уже Констатировал Небритый Мужик Наклонившись К лицу Незадачливого Реформатора Христианства Вызывай Тут Не вызывай Сатанист Тащил Яну Все дальше От места Печального Происшествия Самоэлю Не хотелось Светиться Свернув На другую Улицу Он издевательски Сожалеющий Произнес Ну вот А говорил Что Иисус Защищает Лгал Наверное А жаль Картина мира В его Описании Получалась Очень интересной И привлекательной Яна Яна Потрясенная Всем Случившимся Посмотрел На своего Учителя Со страхом И восхищением Ты его Убил Просто так И ни с того Ни с сего Надо же Было Проверить Истинность Его слов Убежденно Заявил Сэм А то Так Каждый Тебе Будет Всякую Муть Пихать Под видом Наивысшей Изо всех Истин Вот И станешь Мотаться Как говно В проруби От христианства К буддизму От каких Нибудь Там Мормонов До черной Магии Видел я Таких Знаю Но ведь Так же Нельзя Почему Удивился Сэм Надо отвечать За свои Слова Я Сильный Адепт И все же Не берусь Утверждать Что могу Противостоять Силе Самого Белосветного Бога Этот Сектант Ничтожество А говорит Что Иисус Защищает Его От сатаны Ну что же Если ты Бросаешь Вызов Такой Вот Силе Подтверди Свои слова Действием Тогда Тебя Начнут Уважать А не Можешь Так Не Трепись Убить Человека Просто Так Ни за Что Нехорошо Сатанист С этой Мыслью Полностью Согласился Но Решил Внести Поправки И дать Необходимые Пояснения Нехорошо Конечно Начал Объяснять Он При Обычных Условиях Но Ты Пойми Девочка Что Идет Война На Уничтожение Вот Уже Несколько Тысяч Лет На Войне Действуют Законы Отличные От тех Которые Действуют В мирной Жизни Представь Что На тебя Напал Враг Жестокий Коварный И желающий Тебя Уничтожить Ты Будешь Защищаться А не Станешь Разводить Сопли Потому Что Иначе Тебя Ждет Смерть Но Ведь Он Нам Ничего Плохого Не Сделал И Еще Как Сделал Он Представитель Преступной Враждебной Организации Такие Как Он В древности Убивали Женщин Которые Имели Наглость Заниматься Наукой Или Другому Такие Как Он Уничтожали Культуру Языческих Народов Разрушали Храмы Посвященные Богам Тьмы Жгли Произведения Искусства И книги Такие Как Он На тысячу Лет Погрузили Всю Европу В бездну Ханжества Лицемерие И невежество Это При том Что их Бог Предписывает Им Милосердие И любовь Мой Бог Такого Мне Не Предписывает Мы Должны Защищаться И отомстить Христианам За их Преступления Против Нас Ты знаешь Сколько Людей Уничтожила Инквизиция Тысяч Сто Четыре Миллиона Четыре Миллиона Наших Братьев И Накомыслящих Да Да и Просто Людей Ни В чем Не Повинных Так Что Я Проявил Сейчас Гуманизм По Справедливости Надо Было Повесить Этого Мудака На Дыбу И Залить Ему В горло Пару Литров Кипящей Воды Вот Тогда Бы Справедливость Наконец Восторжествовала Но Ведь Нельзя Перебить Всех Христиан Это Просто Физически Невозможно Всех И Не Надо Людей Наповедники Это Наши Враги И Их Нужно Уничтожать При Первом Удобном Случае К Сожалению Священника Или Монаха Так Легко Убить Невозможно Но Тогда Мы Ничем Не Лучше Их Тоже Верно Я Не Говорю Что Лучше Но Отстаивать Свои Убеждения Свой Образ Жизни Мы И Имеем Такое Право Как И Они Не Задавай Себе Детских Вопросов Типа Что Такое Хорошо И Что Такое Плохо В конце Концов Все Зависит От Точки Зрения Для Белосветных В том Числе И Христианских Адептов Хорошо Если Передохнем Мы Для Нас Если Передохнут Они Ладно Оставим Это У Тебе Есть Какие Нибудь Планы На Вечер У Яны Никаких Планов Не Было Сам Эль Которому Ученица Нравилась Решил Проявить Широту Натуры И Потратить Некоторое Количество Денег Беззастенчиво Распоряжаясь Вверенной Ему Частью Средства Объединения Крылого Цифера Он Потащил Яну По Магазинам Накупив Ей Дорогущие Одежды Косметики И Украшений В том Числе Здоровенный Серебряный Крест На Цепочке В Ногах Распятого Иисуса Сатанист Клятвенно Обещал Провертеть Дыру Чтобы Крест Можно Было Перевернуть После Этого Он Приобрел Десять Бутылок Пива И Целую Сумку Разнообразных Продуктов С Этой Добычей Адепты Тьмы Отправились Обратно Домой Там Сатанист Загрузил Продукты В свой Большой Холодильник Приказав Яне Переодеться В Новое Та Возилась Довольно Долго Но Зато Когда Вышла Наконец К Самоэлю То Произвела На него Огромное Впечатление А ты Ничего Одобрительно Сказал Сэм Разглядывая Свою Красавицу Ученицу Еще Через Пару Лет Будешь Лучше Чем Балок А кто Это Балок Спросила Яна Как-то Ревниво Верховная Жрица Астарты Она Будет Учить Тебя Сексуальной Магии Я Знаешь Ливая Там Не Специалист Она Довольно Милая Девушка Только Слишком Властолюбивая Любит Мужиков Себе Подчинять У нас Половина Шабаша Ей В рот Смотрит А Протянула Яна И Что Это За Сексуальная Магия Сексуальная Магия Задумчиво Переспросил Самоэль А Послушай Вот Как раз Про Тебя Девочка Хватит Любви Ничтожной Слишком Разумной Способной Лгать Слишком Ленивой И Осторожной Хочешь Леновое Испытать Вот Заклинание Оно Способно Жаждущей Плоти Воздвигнуть Храм Станем Тогда Мы Любить Подобно Самым Возвышенным Божествам Только Не бойся Мы Будем Вместе Деве Остарти Смотреть В лицо Я Подарю Тебе Как Невесте Черно Магическое Кольцо Вот Сладострастные Лики Ада Нас Окружают Со всех Сторон Веришь Ли Лучшая Мне Награда Твое Наслаждение Тихий Стон Во Глубине Моего Сознания Все Пожирающие Страсти Яд Звездным Костром И огнем Желания Наши Сердца В темноте Горят Видишь Над Нами Простерло Крылья Ночь Первозданная Вместе Мы Из Пустоты Твоего Бесилия Сделали Силу Предвечной Тьмы Девочка Только Не плач Не надо Без Сожаления Оставь Скорей То Что Слепое Людское Стадо Чистой Любовью Зовет Своей Ничего Сказала Яна Выслушав Сей Шедевр Сатанинской Поэзии А кто Это Написал Я Гордо Заявил Сэм Что Такое Сексуальная Магия Ритуальный Секс Можно Выразить Только В поэтической Форме Да И то Не слишком Уж точно Это Надо Попробовать Действительно Самуэль Как ни Странно Писал Стихи Мрачные И прославляющие Владыку Ада К этому Занятию Его Пристрастил Наставник Тот Самый Старикашка Колдун Которому Демон Помог Отойти В потусторонний Мир Считалось Что Поэзия Развивает Воображение Одно Из Качеств Необходимых Любому Практикующему Адепту Сначала Самуэль Просто Составлял Рифмованные Заклятия А потом Увлекся Стихосложением И начал Писать Чисто Для удовольствия Впоследствии Он планировал Приручить К такому И Яну Но Сейчас Ему Хотелось Не читать Лекцию О пользе Поэзии А хорошо Отдохнуть Реализуя Этот план Он Он Сказал Яна Мы С тобой Сейчас Пойдем Ужинать Тут Ресторанчик Есть Один В средневековом Стиле Кормят Отлично А вино Там Просто Слов Нет Ты Как Не Против Девочка Было Решением Правильным И Принятым Очень Вовремя Еще Бы Перед ней Открывались Значительные Возможности Да и Самоэль Оказался Очень Даже И Неплохим Но Главное Подальше От Козла Этого Неожиданно Подумала Яна И Душу Ее Сразу Окатило Давнее Отвращение Впрочем О неприятном Она Решила Отныне Больше Не Размышлять Поклявшись Что Накопившиеся Проблемы Разрешит Позже Тогда Когда Получит Наконец Реальную Силу Такую Жи Как У Сэма Силу Способную Если И Не Убивать То Наказывать В общем Адепты Прекрасно Провели Время И Вернулись Домой К Одиннадцати Часам Сатанист Выделил Яне Постельное Белье И Отправил Девочку Спать А сам Засел С книжкой Пытаясь Отыскать Заклятие Способное Таки Доконать Проклятого Демона Однако Такое Заклятие Не Находилось Никак Что Раздражало Самаэля Невероятно Но Будь ты Хоть Трижды Демон А Слабости Есть У Каждого И Сатанист Хорошенько Проанализировав Данный Факт Понял В чем Заключается Слабость Его Врага Это Было Слабое Место Каждого Белосветника А Именно Привязанность К Близким Людям Такую Вот Привязанность Демона И Следовало Использовать В Голове У Самаэля Сложился Новый Зловещий План Из Предсмертного Письма Станкевича Игоря Свою Ущербность Но Поделать С Нею К Сожалению Абсолютно Ничего Не Способен Помню Один Случай На Рынке Знаете В Рыбном Отделе Есть Такие Большие Ванны В Которых Плавают Карпы Мне Было Всегда Интересно Смотреть На Них И Как-то Не Хотелось Думать О Том Что Эти Прекрасные Грациозные Рыбы Обречены Закончить Жизнь На Разделочной Доске Под Ножом Однако Это Было Бы Еще Пол Беды Вода В Одной Из Таких Ванн Была Красной Я Посмотрел Туда И Увидел Что Со Всех Карпов Содрана Чешуя Зачем Да Противным И Грязным Делом Как Чистка Рыбы Все Карпы Были Еще Живыми И Плавали Заглатывая Жабрами Воду Со Своей Собственной Кровью В тот Момент Я Ощутил Такую Страшную Боль Словно Кожа Была Содрана С Меня Самого Мне Захотелось Кричать Броситься На Людей Которые Совершили Эту Жестокость Но Я Стоял И Ничего Не Мог Сделать Тогда То Мне И Сделалось Вполне Ясно Что Мы Люди Полностью Безнадежны И Обречены Нести Боль Как Другим Существам Так И Самим Себе Да Я Бессилен Хоть Что-то Изменить В этом Мире Вы В принципе Бессильны Точно В такой Жест Степени Но Вас Не Задевает То Что Жизни Насилия Настолько Переплелись С Друг С Другом Что Одно Уже Не Отделить От Другого А Вот Меня Это Задевает И Мешает Мне Дальше Жить Теперь Я Думаю Вам Понятно Как Все Такие Вот Мелочи Медленно Но Верно Привели Меня К Сегодняшней Ночи А Последним Толчком Послужило То Что Со Мною Прозошло Вчера Я Вообще То В Компаниях Бывают Довольно Но Не Так Давно Я Полюбил Одну Девушку А Ей Компании Нравится Поэтому 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 Т KENNETH Дэн О 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 Субтитры создавал DimaTorzok